Ну, изменения существенных загадок в связи с реализацией, насколько у нас таковых нет. Значит, единственное, что вводится, изменилось, что внесено изменение в части того, что при реорганизации юридического лица, значит, правоприемник обязан предоставить информацию по форме 2 НТПЛ-отчет, 2 НТПЛ и 6 НТПЛ, независимо от самого. Если реорганизованное лицо не предоставило установленные сведения. Ну, также снижена ставка для резидентов свободной экономической зоны по налогу на прибыль с 3-х годов. Я думаю, что это вам не особо интересно. Значит, самое главное, что хотелось бы сказать, что вы уже тоже все знаете, что сроки применения онлайн-кассы у нас немножко сдвинулись для индивидуальных предпринимателей и, так сказать, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по ЕНТПЛ, либо по патенту, и не имеют наемных работников. Значит, применение контрольно-кассовой техники для такого предпринимателей перенесено с 1 июля 2019 года. Значит, все остальные у нас, получается, предприниматели, которые осуществляют деньги на сфере розничной торговли, общественного питания, соответственно, естественно, имели, если они имеют наемных работников, я думаю, что они обязаны зарегистрировать онлайн-кассы и применять новую контрольно-кассовую технику с 1 июля 2018 года. Значит, на сегодня предусмотрен вычет на приобретение единицы контрольно-кассовой техники в размере 18 тысяч рублей. То есть, если вы приобретаете 2 контроля, 2 контрольно-кассовую техники и, соответствующим образом, ее регистрируете, то вы имеете право на уменьшение налогового обязательства по патенту или ЕНТПЛ в сумме, соответственно, за 2 контрольно-кассовой техники 36 тысяч рублей. Это то, что, ну, такие основные моменты, то, что касается двухконтрольно-кассовую техники, потому что он их всех интересовал, да? Значит, у нас еще, хочу напомнить я всем, что, значит, до 1 апреля необходимо, значит, оплатить 1% индивидуальных предпринимателей и должны обладать 1% суммы, превышающей от дохода 300 тысяч в пенсионный фонд. Значит, прокрасчетовать этот 1%, я думаю, что, наверное, как все знают, да, вы берете свое, либо, если это у вас, вы работаете на патентах, значит, вы берете свою базовую доходность от патента, отмеченной стоимости патента, которая подписана на вас и соответствующим образом производите ручку, точно так же по ИНВД, берете базовую доходность и смотрите, что у вас получается. Если вы работаете на нескольких системах малого вложения, применяете патенты и Е1, то, соответственно, вы рассчитываете общий доход от вашей деятельности, минимум, и нанесуете 300 тысяч, со стороной суммы вы выплачиваете 1% пенсионный раз вы платите. Ну, думаю, что все также знают, что у нас увеличился размер минимального зарплату, да, с 1 января 2018 года он составил 9489 рублей, значит, соответственно, а отсюда фиксировали размер, который оплачивают индивидуальные предприниматели, ежемесячные суммы, соответственно, они, конечно, тоже увеличились. Это вы тоже знаете. Ну, фиксировали, да. Ну, а заработная плата, проценты, как они были, так они остались, они не меняются. 22 кассионные, 5,1 ОВС и 2,9 работе лиц. А, не сейчас, в случае, да. Ну, потом, значит, еще что хотела сказать. Значит, для сведения еще также всем, что сейчас утвержден новый порядок предоставления льготы по имущественным налоговым сборам физическим лицам. Я, все равно, это вам посмочу всем, потому что у кого-то что-то есть. У нас тоже транспорт, семейный участок. Значит, льгота может быть заявительный характер. Если у вас есть право на льготу по налогу на транспорт, допустим, в частности, то, соответственно, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию подать сведения, либо через личный кабинет налогоплательщика, политического лица вы можете направить заявление о применении этой льготы. Точно так же по земельному участку категории лиц, которые не имеют право на льготу, у нас там тоже строго ограничено. Единственное, что с этого 21-го года, еще 18-го года, еще принесено, значит, такое изменение, что пенсионеры имеют право на уменьшение, значит, по стоимости науга на землю, но в размере, получается, 600. Не обладается, если размер площадь семейного участка выше, значит, отсюда будет производить врачи. Точно так же у нас и заявительный характер. Это такое информационное сообщение. Ну, и еще не могу не сказать, что сейчас в настоящее время проходит декларационная кампания. Сегодня-завтра у нас на нового дня открытые дверей, хотя они у нас, в принципе, открыты каждые дня для нас. Мы вас ждем всех с декларациями, с желанием, какое было дать предоставить декларацию. Значит, напоминаю еще раз всем, если у вас в 2017 году осуществлялось какое-либо отчуждение имущества, движимого, недвижимого, и если это имущество находилось у вас в собственности, менее трех лет, у вас возникает обязанность предоставления налоговой декларации. Эту декларацию вы должны предоставить, значит, кто в этом году на срок, граничный 3 мая, за счет праздников переносится. Значит, одно дело, будет ли у вас налоговое обязательство или нет, это вопрос. Но другое дело в том, что предоставить эту декларацию все равно обязанное. Точно так же декларацию вы можете подать через личный кабинет налоговладельщика физического лица, она будет прижимен онлайн в электронном виде. Так вот, за помощью можно обратиться к нам, в инспекцию, явно не бывает, если мы помогаем всем, оказываем помощь по заставимой декларации и отправке этой декларации. Еще раз напоминаю также вам, если у вас, значит, есть необходимость подачи декларации на налоговый вычет по налоговым доходам физических лиц, если вы приобретали жилье, если у вас были расходы на обучение свое, либо ваших детей, и у вас есть доходы, которые облагались по старту 13%, вы точно также имеете право на возврат НППЛ из бюджета. Эта декларация, срок подачи для нее, значит, не ограничен, вы имеете право подать эту декларацию. Три года у вас сроки с какой-то давности на подачу этой декларации. То есть, если в 2017 году что-либо вы проводили какие-то затраты, значит, на обучение детей тратили, либо приобретали жилье, и у вас был, значит, объект, с которого удерживался подоходный налог, официальная заклада, будем говорить так, что вы имеете право на возврат НППЛ из бюджета. Поэтому вы тоже можете, пожалуйста, обратиться к нам на аспекцию, либо самостоятельно, либо на аспекцию, но мы можем составить. Нет, коэффициенты не изменились. Мы посмотрим, потому что это решение не было. Пришло требование на изменение 4-го партнера по улице Ленина 0,6. А 16-го года? Нет, не торговлю. Нет, торговля рынок тоже, рынок. Хорошо. Будет, что никак не будет. Вы сами обалдены. Ну, вы решили. Знаю, что не вносились изменения в коэффициенты. В коэффициенты не вносились изменения, были изменения по, раньше у нас был один вид, наименование была группа, мы ее просто разбили. Это была, по-моему, первая или вторая группа в коэффициенте. Ну, мы проверим, коэффициенты не менялись. И не появились К2 или К1? А, смотрите, К2 не менялись, К1 поменялось, да. К1 теперь 1, 7, 9, 8, по-моему. К1 поменялся с 18-го года, он увеличился. Ну, это идет к расчету, кассиры этих сантов. Мы сейчас говорим, если по улицам, по нашим, потому что место не было. К2 не меня. Нет, К2 не меня. Ну, давайте уточним, посмотрим, что там у вас, о чем вопрос. У меня расчета, расчеты, сессии и департаменты. Еще вопрос, ну, есть, Наталья Ивановна, есть еще вопрос? 1% до 1-го июля. Да. 1% свыше 300 тысяч. Я говорю, 1%. До 1-го июля.